Добрый день! В эфире выпуск городских новостей и с вами с места событий Владимир Гржонко. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэк отклонил очередную попытку бывшего президента Дональда Трампа добиться отстранения от разбирательства судьи, ведущего его дело о взятках за молчание. 31 июля адвокаты 45-го президента подали ходатайство об отводе от его дела судьи Верховного суда округа Нью-Йорк Хуана Мерчана на основании давних и чрезвычайно полезных рабочих отношений дочери судьи с вице-президентом Камалой Харрис. В иске штата ходатайство Трампа называется досадной и легкомысленной попыткой повторно рассмотреть вопрос, который уже дважды рассматривался самим судьей, а затем был рассмотрен апелляционным судом. С начала 2023 года бывший президент пытался извлечь выгоду, как политическую, так и юридическую, из того факта, что дочь Мерчана является востребованным политическим консультантом Демократической партии. В ходатайствах адвокаты Трампа подчеркнули ее работу на его политических соперников. В мае 2023 года комиссия по этике суда Нью-Йорка пришла к выводу, что беспристрастность Мерчана не может быть поставлена под сомнение из-за деловой или политической деятельности его дочери. В ответе Брега отмечается, что новое ходатайство Трампа основано на том же утверждении, которое уже использовалось в апрельском заявлении об отводе. Прошлым летом, когда Нью-Йорк переживал наплыв мигрантов с южной границы, жители района около Бруклинской военно-морской верфи начали замечать растущее число африканских и латиноамериканских мигрантов, толпящихся в парках и на тротуарах. Причина их появления там вскоре стала ясна. В этом районе город начал размещать мигрантов в пустующем комплексе из 10 офисных зданий. В течение следующих нескольких месяцев он стал одним из крупнейших в городе комплексов приютов. В нем разместилось более 4000 мигрантов всего в нескольких кварталах от жилого района. Гигантские масштабы приютов быстро стали испытанием для жителей близлежащего либерального анклава Клинтон-Хилл. Их изначальная готовность принять мигрантов вскоре сменилась чередой жалоб на снижение качества жизни, от разбрасывания мусора до беспокойства о личной безопасности, что привело к многолюдным заседаниям в мэрии и давлению на мэра Эрик Адамса с требованием изменить взятый им курс. Затем этим летом некоторые из худших опасений сбылись. Так, ночью 21 июля в парке возле приюта был застрелен мужчина-мигрант. Несколько минут спустя двое других венесуэльских мигрантов были смертельно ранены после того, как двое мужчин на мопедах открыли огонь в инциденте, который, по мнению полиции, связан с венесуэльскими бандами. Судья штата Нью-Йорк постановил, что городской совет не имеет законных полномочий расширять программу жилищных ваучеров, закон, на который изначально наложил вето мэр Эрик Адамс. В своем постановлении судья Лайл Фрэнк согласился с утверждением администрации Адамса о том, что законопроект совета недействителен и у них нет полномочий его расширять. В прошлом году горсовет проголосовал за расширение права на получение программы жилищных ваучеров. Данный пакет законодательных актов предлагал переселить людей из приютов в постоянное жилье, а один из них изменял критерии получения ваучеров. По оценкам, ежегодно программой пользуются 36 тысяч домохозяйств. Оценки расходов на изменения программы варьируются от 3 до 36 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. Это по данным независимого бюджетного управления. Адамс заявил, что горсовет не удосужился одобрить дополнительное ассигнование по статьям, которые потребовала бы эта, несомненно, дорогостоящая программа. Нью-Йорк – город общественного транспорта. Здесь 36 линий метро и сотни автобусных маршрутов. Но, учитывая прибрежный характер города, а 4 из 5 районов находятся на островах, паромы также являются частью этой транспортной сети. Паром Стейтен-Айленда, возможно, самое узнаваемое судно в городе и предмет гордости для многих жителей района. Эта услуга бесплатна и работает 24 часа в сутки между терминалом Whitehall на южной оконечности Манхэттена и терминалом Сент-Джордж на северном берегу Стейтен-Айленда. Город начал управлять ей в 1905 году, но в той или иной форме она работает с начала 19 века. Проект был инициирован уроженцем Стейтен-Айленда Корнелиусом Вандербилтом, одним из самых богатых американцев за всю историю. NYC Ferry – основная паромная система города. Служба была запущена в мае 2017 года и с тех пор расширилась, включив 6 маршрутов. Она соединяет 25 пирсов на протяжении 70 морских миль. И на веб-сайте NYC Ferry утверждается, что это крупнейший пассажирский флот в стране, исходя из часов работы и размера флота из 38 судов. Части полуострова Рокавей, прибрежной полосы земли в Южном Квинсе, больше похожи на пляжные города, чем на бетонные и стальные ландшафты большей части Нью-Йорка. На участке набережной длиной в Милю в Эджмире, районе Рокавей, который был процветающим курортным местом всего столетия назад, вы все еще можете видеть открытое небо, дюны и океан, но большую часть лета этот пляж закрыт. С 1996 года эта полоса песка была зарезервирована на большую часть весны и лета для гнездования прибрежных птиц, зуйков, которые находятся под угрозой исчезновения в Нью-Йорке и охраняются на федеральном уровне. Некоторые жители Эджмера говорят, что ограничения на пляж несправедливы и еще больше изолируют этот район, в котором и так не хватает основных удобств. Но сероватые, коричневые и белые птицы около 7 дюймов в длину находятся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека и естественных хищников. Так что придется потесниться. Это был выпуск городских новостей. И с вами с места событий специально для телеканала RTN был Владимир Горжонко. Продолжение следует...